В свое время, когда бывшие военлеты американские приезжали домой, они оказались ненужными. Оставались куртки, оставались мотоциклы. Но люди не могли работать посудобойщиками, не могли занимать какие-то герои. Вот они садились и ехали. Не всегда это было, конечно, законно. В нашей жизни всегда это так. Но, тем не менее, байки начинались оттуда, из Америки, от Харли и Дэвидсона. И, в принципе, это и подразумевает настоящую свободу. Быть наедине с собой. Ты же не соврешь ни ему, ни себе, ни дороге. Еще в школу не ходил. Отец уже давал на мотоцикле «Минск» трехскоростной был по посадкам ездить. Вместо, так сказать, камеры там каучук был набитый, чтобы колеса не пробивать. Потом мопед, Верховына, Львов, потом Минский, Восход и так далее. Весь отечественный мотопром. Ну, а сейчас на японца пересел уже. И как-то мы попали случайно на байкерский струк. С тех пор болезнь не проходит. Я являюсь членом клуба «Сироты» «Пиранья». Меня приняли в клуб две недели назад. Я очень рад видеть здесь на слете молодых ребят, которые подняли старые мотоциклы из железа. У них появятся деньги, появятся лучшие мотоциклы. В реальность превратишь желанную мечту. И ни почем тебе кривона и печаль. Это начало моей мечты, скажем так. Это первый проект, над которым я начал работать не сам. Есть такой знаменитый кастомайзер из Ирефы. Неформал Коля Рокшеев. Он мне очень помог в этом деле. Моя задумка, его исполнение, его дизайн. То есть совместно с ним большую часть мы сделали вместе. Мы такие же нормальные люди. Просто, может быть, немножко неадекватно выглядим. А так, то же самое. Когда я сел на байк, я занялся спортом, бросил курить. И, в общем-то, мне 63-й год. Вы можете представлять, как я себя чувствую. Это благодаря ему. Дорога, конь и свобода. Больше ничего. На спортбайке это, конечно, не так природа замечается, как на круизерах, чопорах. Допустим, там ты ездишь с умеренной скоростью, наслаждаясь. Это для души, для удовольствия. Мы так или иначе годами ездим по слетам и пересекаемся то там, то здесь. И все друг друга знаем практически. То есть, даже глядя на жилетку, если в лицо не помнишь, видишь значок, и у меня такой есть, это как визитная карточка. Я понимаю, что мы с ним были на одном и том же байк-слете, только просто не познакомились. Был тяжелый, теперь вот такая техника. Ну, как бы машину не хочу. Жарко. Мотоцикл есть, мотоцикл. Два колеса. Захотел, остановился. Опять же, заехать можно куда угодно. Работаешь, работаешь. Тут раз лед, оп, поехал, расслабился. Зародился энергией, дальше работаешь. Иметь хорошую японскую технику – это мечта любого байкера. Не только моя. Моя. Поговаривают о том, что байкеры любят выпить, покурить. Что вы можете сказать по этому поводу? Можно, но не за рулем. За рулем никогда нет. Дорога, значит, закон с собой. Презвость. А уже когда стали на стоянку, ну, извините, немного расслабиться можно. Все в разумных примерах. Это свобода. Потому что другого слова я не знаю, не могу подобрать под это дело. Свобода на двух колесах, душа. И нам не надо гостиницей, нам надо просто асфальт, дорога и хорошие отношения. Самое приятное именно в дороге, именно в путешествии. И в путешествии не только одному, а именно с компанией, с друзьями, с единомышленниками. Когда сам едешь, конечно, хорошо, но все равно, когда колонна едешь, намного приятнее. Я не представляю просто, как уже можно жить без этого. Да, опасность, да, падали. Много раз таких, ну, опасные ситуации на дороге прижимают. Ну, это не повод бросать. Кто этим заболел, он никогда этого уже не бросит. Покупайте мотоциклы, становитесь байкерами, будьте свободны. Тот, кто никогда не сидел на таком железном коне, никогда полностью не ощутит, что такое жажда скорости и внутренняя свобода. Покупайте мотоциклы.